Зрелищ благовествовал. Тут фотографии, я с Бавариным встаю. Он передает здание. Я был политзаключенный и освободился, реабилитировал. Теперь здание мне в частную собственность дают. Это вот я с Патриархом. А вот это у нас в фильме сняли. Фильм занял первое место в России. Документальный фильм о православии. И второй фильм первое место в международном киноконкурсе. Это все на сайте. Мы распространяем в каждом. И хотим, чтобы вы другим давали вот эти оставить. Видите, православный крест. И вот так все эти будут снипляться. По-моему, это одна она и есть. Вот такое приглашение. Хорошо. Это вот телефон мой, а это наш сайт. Вот. Теперь здесь вот одна книга есть такая. Вот это вот мои личные беседы с Александром Мениным, православным священником, который убитый был. Их нигде в мире нет. Причем, это мои беседы с ним. Мы касались буквально всех вопросов. И они здесь. То есть это возглавить никак нельзя. И вопросов живого нету, и поэтому никак. Вот здесь. Это вот 20-й том. Отдельно, значит, вопрос иногда задают, как сегодня можно издать книги? Все на сетной бумаге. Склеены ни одной нет книги. Все сшиты. Как это можно сегодня издать книги? Как? Вот спонсоры. Эти президенты, компании там делают. И одна книга вот эта, как-то запомнить надо. И ее на руки выдавать, кто-то связан с журналистикой, не рекомендуют. Ее сразу уводят. Это 300 поэтов России за 300 лет. Что они говорили по определенной тематике? Вот они. Сейчас я покажу. 300 поэтов России. И по определенной теме, допустим, о революции. Что сказал какой поэт? Максим Ильянов Волошин, его стихотворение. Наши место из Библии. Что сказал об этом Ван Гунин, лауреат Уберско-Петербурге. Что Миришковский. На каждый вопрос, который мне задавали по радио, я отвечаю 6 поэтов. Я их просто знал. Это 20 тысяч файлов я должен был так вот вытереть. Ну, без Евгения Сушенко я бы не осеял. В сыром виде материал представлен был в книге. Тут мне тогда уже легче было. Отдельный том, иногда спрашивают, а кто благословил? Проще это. Сам из церковь приходит. Епископ Максим. Алтайский. Епископ. Это Новодедовский был. Вот. И в Тихии. Два епископа. Вот этот материал. Это особый материал. Это как работать с сектантами. Баптисты. Почему мы признаем Божью Матерь? Почему они... Вот как-то человек православный. Сектант говорит так, номер такой-то православный. Почему мы крестим детей? Почему мы крестное знамя совершаем? В моем доме пришло много сектантов разных и стали православными батюшками. Это единственное место в России, где вот такой отток начался обратным направлением. Необычно там с сектантом все валятся. Вот. Вот этот том полностью посвящен мусульманству. По сурам и аятам весь Коран разобран. В сравнении с Библией. И за 1300 лет что было сказано здесь? Как нам жить мирно? Возможно. Как их обратить ко Христу? Это все здесь. Это целый том. Это как считает энциклопедия по ним. А делим, допустим, вот три тома, начиная от 23-24. Это о евреях, 3600 лет. Что было сказано и как прийти к тому, чтобы дать им понятие о Христе. И все, что было поэтами, политиками сказано, все монтировано здесь. Ну и здесь же в моих стихотворениях. А скажите, а как вы к этому пришли? Здесь где-то и описано. Я обратился, нынче будет 50 лет, как я после армии обратился к Богу, в руки мне дали Библию. Я весь детство верил. Ну, узнал Богородица, там достойно, больше ничего не знали. После службы в армии, когда я вышелся на штурманы, в это время, в это место, мне попала в руки Библия. И я обратился. И с тех пор Путин начался так, вот здесь. Здесь какие есть фотографии. Здесь как бы ваша биография немножко. Да, вот я иду арестованный. Это святые летят. И как суд шел, процесс, все здесь дословно. Вы хотя бы страниц здесь не прочитайте. Это как ключ к остальным книгам. Здесь 3467 моих стихотворений в книгах. И 80 примерно из них положено на музыку. Это все здесь. Когда вы войдете на форум и на сайт, вы просто поймете, что такого форума нигде нет. 50 книг моим голосом засчитаны там. Этого нигде в мировой сети нету. Там полностью вся Библия засчитана. Архипелагола. 12 томов Златоустов. 12 томов Жития Святых. Игнатия Брянщинина. Янград Штатский. 5 томов Добротолюбия. 4 книги Григория Тищенко. Это все вот здесь вот на нашем сайте. Можно скачать. Насидеть дома, на кухне. Делать и слушать. Я сам буду все время теперь. И когда где-то есть что-то, это вот 11 томов освящен старобрячеству. Когда начинают старобряцы, такие люди ничего не знают. Здесь 380 лет заложено. Старобряцы это князь Владимир, Сергий Радожский старобряцы. Вот так молились. Но они, а Сергий, это сказать, а Сергий Радожский так, еще он может спорить, когда и так молились, канонизировали, и так. Нам не спорить, надо работать. Люди Бога не знают. С Христом непримиренные. Жертва Христа непринятая. Что мы все какую-то свою правду устанавливаем? Вот начинает говорить о баптистах, кто-то говорит, это хорошие люди, но они не церковь, у них нет священства. Они вне церкви. Они хорошие семьянины, работают, они не пьют. Мы должны все признать. Они очень хорошие люди, но они вне церкви. У них нет священства, нет таинства. И вот на этом, когда я беседую, Господь их уловляет. Мы должны быть день и ночь благодарны Богу, что Бог дам нам святую и православную милу. Понимаете, какие мы счастливые. Нам не надо брать... Вот здесь любой стих, откровение, все здесь оттолкование. По всем святым отцам. Блаженный Афеофилакт, это главное, конечно, указано здесь. По благословению епископа, это блаженный Афеофилакт и откровение. Это человек, который, магистр богословия православного, в моем доме обратился. И он обработал всех святых отцов. Вот в этих трех томах опровержение всех лжетолкованных сектантов, сегодняшних. Это громадный труд. Вот сегодня, там, где мы были, спрашивали, сколько же вы тогда спрятали? У меня суть был 2,5 часа в сутки. И когда вот даже откроете, вот, посмотрите, все книги на все этой белой бумаге, все сшитые. 64 страницы цветных фотографий на новой войной бумаге. Тут библиотеку не надо рассказывать. Видите как. Очень хорошо, что у вас нашлись соратники. Вот это мой брат, это моя родная сестра, батюшка. Хотя вот как раз он Сергей стоит, он кинолог с собаками. Вот он, это у него дома. И читает Библию, и собаки сидят, слушают. Вы знаете, как знаменательно. Это моя хозяйка. Это приехали там помощники, говорят, это я проповедую, в храме записывают. В храме. Почему у нас есть иконы? Сектанты начинают там это, идолам кланяйтесь, они не знают. У меня здесь вот второй том зеленый, как раз это все доказано. Как с ними беседовать? Иконы не идолы. Это приближение для нашей немощи Бог дал. И в храме они были, они не понимают это. Где Христос поклонялся в храме, там были иконы. Вот в чем суть-то вся. Видите, как в Крещении на желудке, в воде. Батюшка в Визии. И наши вот эти фотографии, их везде берут по благословению патриарха, новые брошюры издают. Видите, как у нас люди. У нас за трех лет готовятся ко Крещению. Видите, как. Это вот сейчас в вашей деревне. Это мы деревню православную строим, в Амстанском районе. С нуля. Генеза не пить, не курить, не материться, не воровать. Я начальник детского лагеря, 40 лет. Православный, единственный лагеря трудовой. 40 лет, тысячи детей подняли, ни рубля государство не дало. Мы говорим, вопрос детский решается в течение двух года. Вот 17 тысяч деревьев не исчезло. Мы получили статус. Вот в этой книге все документы, эта книга из документов. Это средств истории нашей. Это только начинает работать. Потеряешь листик, второй сказал. Говорит, отучили молиться, отучили трудиться. Нет молитвы, ничего нет. Золотовоз говорит, скажи мне, что ты не молишься, я тебе заранее скажу, что ты ничего великого не сотворишь. Мы сейчас только выезжаем на дорогу, и сразу начинаем молиться. Мы начнем в этой листополосе. У нас обязательно должно быть 100 поклонов. Мы совершим правила, прочитаем, помилуем Божию, живые помощи и благодарим Бога. 10 поклонов Христу, Божией Матери, Ангелу, Хранителю. Сектанты не знают, они сироты. Им надо показать величие, широту, всеобъемность православной веры. Какое там целомодие. Я сегодня не знаю, пришел, свечку, деньги туда-сюда, торговую точку устроили. Храм это святость, это небо на земле должно быть. И говорят, ничего не сделать. Ну, я отвечаю просто, ничего не делали. Я знаю, как в секты попадают. Человек приходит с бедой, его вот так всего областают. Да, 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 это обольщение. А в нашем, в православии, сам пришел, медленно сам доходил. Да, должен вот здесь. Все, что бы ни задал вопрос, это все здесь идет. Как я вам показываю, вот этот вот, как третий том, как образовать общину, как изучать Евангелие, как собираться вместе. Желательно, конечно, чтобы батюшка. В прошлом году 125 священников были здесь на исповеди, я им подарил всем трехтомник. Вот этот вот и вот этот. Вот эти вот книги, четыре, подарены патриарху Кириллу, Путину, Медведеву, Карлину, истоку, Максиму. Я положил это на свое сердце, потому что это мой народ, и освящая моя Родина. Другого не будет. Это мне Бог позволил. И в каждой книге, вот вы откроете, увидите, ну тут адрес мой, каждый, ну вот он указан, в начале и конце. Набор делал сам, компьютерную мерзку делал сам, да еще и фотошопный. Больше 30 тысяч часов я провел за книгами, когда издал. Ну вот так все. Большой труд. Большое вам спасибо. Лариса. Пойдемте, сфотографируемся наружу. Там около... и сфотографируемся наружу. Продолжение следует...